Сложно представить, что шкаф купе из ДСП, который посыпался уже через год аккуратной эксплуатацией, когда-то станет раритетом или будет передаваться по наследству, например. Авторские предметы интерьера, которые не теряют вид и со временем становятся только интересней, вот чем стоит населять свой дом. Мы отыскали несколько мастеров, которые реализуют свои идеи в одиночку или небольшим коллективом, и начнем с мебели в стиле лофт из палет. Мебель из суперпрочных строительных поддонов появилась в 50-х годах в Нью-Йорке, когда богема начала заселяться в заброшенные индустриальные пространства и превращать их в свои мастерские. Палеты можно взять как в фирмах, которые занимаются производством палет, так и у водителей, у грузоперевозчиков, которые постоянно работают с этими палетами. Но эти палеты нужно всегда тщательно отбирать, чтобы изготовить из них хорошую мебель. Гостовские поддоны бывают используют всего пару раз и продают за бесценок, примерно по 200 рублей за штуку. Европоддоны с клеймом дороже, зато с ними гораздо меньше возни. Из распиленных и заново скрепленных модулей собирается конструктор, и итоговый результат стоит авторских мучений. А мучения стоят уже совсем недешево. Отходы производства фанеру использует наш следующий герой. Архитектор увлекся дизайном мебели и уже около года столярничает в домашней мастерской. Вот за таким столом переговоров примеряется природа и хай-тек. Эпоксидная смола навечно консервирует дерево, заполняет трещинки и раскрывает всю красоту фактуры. Получается очень прочный арт-объект, который не выгорает на солнце и не боится влажности. Есть смолы, которые заливаются послойно. В смолу добавляется отвердитель. Смола может закипеть, забурлить от нарушения технологии. Довольно опасный химический процесс для здоровья. Результат всегда приятный и неожиданный, потому что материал живой и конечный результат, он сродни какому-то природному продукту. Любую катастрофу, ну, такой уж склад характера я пытаюсь превратить в достоинство. Важна низкая влажность воздуха в мастерской, а чем выше его температура, тем быстрее затвердеет смесь. Ей можно придать любой цвет и даже смешать с фотолюминисцентным порошком. Пузырьки воздуха выравнивают паяльной лампой. После изделия сушится пару дней в непыльном месте, далеком от любопытных рукосуек. Они могут испортить глянец поверхности. Затем панель зачищается и покрывается лаком. Главной звездой может стать необычный слеп-дерево, только его нужно отыскать и правильно высушить. А это не быстро, так что придется потомиться в ожидании своего эксклюзивного заказа. Это подтверждают и другие мастера. Зато своя в доску мебель не сломается, не придаст своего ценителя и годами будет верно ему служить.